Владимир Владимирович, какие все-таки вызовы вы видите для своего нового президентского срока? Что-что, какие? Вызовы. Вызовы? Если позволите. Ну, прежде всего, нам нужно решать задачи в рамках специальной военной операции. Укреплять обороноспособность, укреплять вооруженные силы. Куда повернет русский военный корабль после выборов, пропагандисты знали заранее. И еще до вот этого публичного выступления российского диктатора, Гитлера современности, что пели про... Ну, не то, чтобы это сильно отличалось от того, как это звучало до последние, сколько, 8-10, сколько мы лет бомбили бомбас, да? Все то же самое, но вот это вот слово смерть, смерть и война, оно зазвучало. Ну, не то, что, опять же, по-новому, но как-то чаще они начали употреблять его. Слово смерть, умрем, погибнем, за родину, еще что-то. То есть, вывод такой я делаю, что российский гражданин должен родиться при Путине, родить детей и погибнуть на войне. Ну, вот такой вот подход. У нас есть понимание, для чего мы живем. Но когда народ поднялся и пошел воевать... Он прямым текстом говорит, что они живут для того, чтобы воевать. Единственное, что он как-то упускает, что на этой войне граждан России уничтожают, ну, как захватчиков. И эту оплошность мы исправляем здесь и сейчас. Российский солдат. Нам не важно, за деньгами ты сюда поехал, за стиральной машиной или за величие Владимира Путина. Здесь ничего, кроме смерти, ты не найдешь. Это, по-моему, очевидно. Но как часто они начали проговаривать это слово? Давайте разберемся. Потому что тут Путин вообще-то при всей своей воинственности в некотором роде не знает, чем закончится эта война. Он очень осторожно начал высказываться. И в части ведения боевых действий. Да, 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 да. И границы тоже начал чувствовать негодяй. Об этом поговорим. Подписывайтесь на YouTube канал мой. Давайте называть вещи своими именами. Ну, а россиянам внимание вас на... От смерти бежать или смысл? Единственное обещание, которое выполняет жизнь, это смерть. Но нет большего чести и большего счастья, чем погибнуть за родину. Но умереть легко. Победить сложно. Говорит мутан российским солдатам. А сам думает, как бы разблокировать свои активы. И вернуть назад ключи от двух дач на озере Кома. Да, главная цель этого так называемого нового срока Путина – это война. Россиянам приготовиться. Люди с глубочайшим пониманием относятся к тому, что происходит. У них есть кристально ясная картина мира, о которой говорили. В которой они понимают, что вот эти Соединенные Штаты и там 30 или 50-х подхрючников собрались нас всех убить. Если мы все понимаем, что нас собираются убить, то мы должны сделать все, чтобы им не удалось этого сделать. А мы смогли. Опять же, подобные заявления о том, что нужно уничтожить НАТО, Штаты, Францию и другие государства. Это в некотором роде вселяет оптимизм, что лидеры этих стран, ну, все же там образованные люди. Историю читали про Адольфа Путина, простите, Адольфа Гитлера. Все помнят, что сколько ни ублажай диктатора, все равно он пойдет, он нападет. Есть у меня друг в России, который за два года до полномасштабного вторжения сказал такие слова. Украинцы, вооружайтесь, Путин обязательно нападет. Тогда, честно вам скажу, я к этому отнесся с таким вот, ну, с нисхождением, что ли, может быть, недоверием. Но история и YouTube все помнит, это видео есть на YouTube-канале. И, соответственно, теперь хочется сказать нашим западным друзьям, значит, вооружайтесь, потому что Путин обязательно нападет. Ну, а западным нашим друзьям все-таки проще. Им достаточно вооружить нас современными натовскими приблудами. И, гляди, гляди, Путин, он все поймет о том, где проходит граница. Важно, что он уже очень хорошо понимает тот факт, что Россия, внимание, заканчивается. Но вот эта вот фраза, да, 90% проголосовали за Путина. А как это произошло? Манечелло, он большой демократ, и об этом сказал демократ. Сказал много. Журналист Эван Гершкович среди многих, кто провел выборы в тюрьме. Борис Надеждин, который выступает против войны, не был допущен к участию в выборах. А Алексей Навальный умер в одной из тюрем во время вашей предвыборной кампании. Является ли это демократией, на ваш взгляд? Это жизнь. Разве в Соединенных Штатах такого не бывало? Бывало и неоднократно. Если вы хотите узнать мое мнение по поводу, демократичны ли у нас выборы или нет, я считаю, что демократичны. Я имею все основания полагать, что никакой демократии в ходе предвыборных процессов в некоторых странах Запада, в том числе в Соединенных Штатах, сегодня мы не наблюдаем. А в Штатах нет. И во Франции нет. В общем, нужно голосовать таким образом, чтобы везде выигрывал Путин. У меня есть открытие, я сейчас этим открытием с вами поделюсь. Дело в том, что вот этих вот 90% Путин набирает только там, где стоит российская армия. Вот, а оккупировали они какой-то регион, сразу 90%. Как только собачка-свинка-триколор изгнали с оккупированных территорий, там сразу вот этот вот русский дух пропадает. Нет его, разрушения остаются, могилы остаются, а русского духа нет. И, соответственно, все очень просто. Достаточно подвинуть Российскую Федерацию туда, вот там, где они живут, можно даже немножко дальше, потому что вот эти разговоры о демилитаризованной зоне, они интересные, они прикольные. Самое главное, говорить о демилитаризованной зоне можно же как на территории Украины, так и на территории России. Вы только что с блеском продлили свой мандат, а Зеленский нет. С кем будем договариваться о мире? Это вопрос, ждущий своего кропотливого исследователя. Мы подумаем об этом. Пожалуйста. Они не хотят договариваться о мире в этом российском современном понятийном аппарате. Мир – это война. И то, что будут проводить вот эти вот параллели, как Путин триумфально победил, а у Зеленского, почему у Зеленского, в Украине выборы до конца войны проводиться не будут, но то, что они будут, как это, давить на эту точку, это понятно. С другой стороны, знаете, когда у нас в Украине говорят, что вот, они там хотят третий майдан, они хотят там как-то дискредитировать украинскую власть. Еще раз, Россия в этом направлении работает нон-стоп, независимо от периода выбора, не выборы, война, не война. Это же очевидная вещь. В общем, в части того, как и когда нам проводить выборы, разберемся без российских оккупантов. Тут есть у них вопросы поинтересней. В развитии вопроса Белгородской области совершенно варварские атаки украинского режима, и многие погибли, погибли люди, да, и многие ранены. И вот год назад губернатор Голодков, когда его спросили, собственно, как решить эту проблему, сказал, что для того, чтобы обеспечить безопасность Белгородской области, нужно присоединить Харьковскую. Что вы думаете об этом сейчас? Я сейчас не готов говорить по поводу того, что и как мы должны присоединять, и когда. Но не исключаю, что, имея в виду происходящие сегодня трагические события, мы вынуждены будем в какой-то момент, тогда, когда посчитаем целесообразным, создать определенную санитарную зону на сегодняшних территориях, подчиненных киевскому режиму. Создать зону безопасности, преодолеть которую будет достаточно сложно, применяя те средства поражения, которые противник использует, прежде всего, конечно, иностранного производства. А можно на эту ситуацию посмотреть и в противоположном направлении. Дело в том, что мы на сотни километров достаем уже на российской территории. И какой вывод из этого? Ну, вот эта вот демилитаризованная санитарная зона, ну, звучит оно, конечно, ярко. То есть, почему вопросы эти задаются там, чтобы показать, что вот царь, он думает о холопах в Белгородской области. Хотя ему, если честно, там народа погибло, его это вообще не интересует. Ну, вообще не интересует. И подобные зоны санитарные, санитарная зона без российских нацистов, да. Об этом же в течение последнего года и Лавров говорил, и Шойгу. Результат какой? Год назад по Белгороду так сильно не прилетало. Ну, как-то мы воздерживались от этого. А сейчас мы пришли к выводу, что а почему бы и нет. Значит, НПЗ говорят так, что просто задаешься вопросом, а зачем они им в таком количестве? При Рюриковичах НПЗ не было. Ну, и давайте поиграем в историю, раз так сильно хочется. Значит, не готов говорить о том, что присоединим мы это или не присоединим. Э, Манечелло, а почему? Ты же раньше так любил широкими мазками поиграть в исконно русские исторические земли. А теперь не готов. Почему он не готов? Потому что украинская армия. Да, украинская армия и россияне, которые хотят вернуться домой. И действуем мы вместе. И вот эта вот тема, она прекрасна. В общем, Путину доложили, и он проинформирован о том, что части российских населенных пунктов в приграничных регионах уже нет. Агентство Интерфакс. Здравствуйте. Последние события Белогородской области связывают с русским добровольческим корпусом. Вам известно что-то об этой структуре? Какова ее сила? Что это из себя представляет? Вы знаете, смотрю на этих товарищей, которые задают вопросы. Я их всех знаю. Ну, кто они? Такие. Но в целом, если вот конкретно этого описать, дай какого-то другого. В целом, это эти люди с характеристиками человека. Вот этого из Интерфакса мы как-то встретили на процедуре вручения верительных грамот послом Украины Ельченко. Это последний посол Украины в Москве, в России. И это было интересно в том плане, когда Путин какие-то там слова говорил об Украине, а этим *** служба Кремля раздала бумажки с речью Путина. И он как-то так вот прятал эту бумажку, чтобы никто не подсмотрел. Говорю, человек ***, да. Но вопрос хороший. Путин проговорил за один пресс-подход такие запрещенные в России фамилии, как Навальный. И Навальнистов поблагодарили, да. За рубежом многие СМИ передавали кадры. Мы в Вестях много показывали, как люди выстраиваются в очереди для того, чтобы отдать свой голос. И вот о русском добровольческом корпусе заговорил. Это здорово. Доказывать нечего. Тем не менее, такие люди есть. Это несколько групп. И вот та, которую вы сказали, там, корпус какой-то добровольческий. Еще там четыре группы. Общая численность где-то под две с половиной тысячи человек. Вот сейчас их, как мясо такое, бросают на штурмы. Мясные штурмы, это точно. Вот это в данном случае можно так и сказать. На госгранице. Он там еще что-то о Власове говорил. Хотя исторические параллели, они некорректны. Дед в истории, на самом-то деле, не силен. Он просто использует историю как предмет, как науку для того, чтобы обслуживать его на маразмастические идеи. И чтобы он всегда имел стакан свежей крови. Хотя стаканом этот уже не обходится. Ему цистерны подавай. Вопрос в том, что они всегда говорят, что мясные штурмы и так далее. Во-первых, это российское нау-хау. Надо просто это зафиксировать. И с точки зрения пропаганды, понятно, что они сами регулярно это делают. И пытаются эту тактику на Украину как-то переложить. Вопрос в следующем. О чем он сказал? О границе. Оказывается, есть граница. Между Белгородской и Харьковской областями проходит государственная граница. И Манничелла эту границу чувствует. У нас нет смертной казни. Но мы к этим людям всегда, и сейчас, и в будущем, будем относиться как к тем, которые находятся в зоне боевых действий. Будем считать, что они с оружием. Всем правоохранительным органам будут даны указания поимённо выявлять всех и принимать в отношении людей, которые с оружием воюют против России, соответствующие действия. И мы не дадим им покоя. Они должны об этом знать. Эффективность минимальная. Даже на поле боя мне командиры говорят, что сразу видно, что это нерегулярные части. Идут толпой. Что получается? Дед, вокруг которого сплотиться должны все россияне, чтобы умереть, восхитился украинской армией. Говорит, как действует украинская армия и РДК. Две большие разницы. Я думаю, что мы станем лучше. И все, кто воюет на нашей стороне, мы всем поможем, всех научим. И всё будет так, как надо. А то, что он пригласил солдатами, бойцам РДК смертью, ну так для российского диктатора это норма. В этом плане он действительно всеяден. Его устраивает и кровь российских граждан, и украинских. Проблема в том, что россиян это тоже устраивает. Но это лечится. Диктатуры, они могут быть достаточно устойчивыми. Устойчивыми, но всё заканчивается. И Путин тоже закончится. А Украина нет. Почему? Потому что Украина была, есть и будет. Не уверен, что я вам сказал что-то новое в этом видео. Но температуру по Рейху мы измерили. И ещё раз. Путин это исключительно смерть. Вопрос в том, мы-то отобьёмся. А россияне с ним будут жить. Подписывайтесь. До встречи. Много новостей со знаком плюс, как у нас говорят в армии. У нас не говорят да, у нас говорят плюс или плюс-плюс. Когда подтверждают это да, а минус это нет. Если в случае, если вы этого не знали. Так вот у нас сегодня много новостей со знаком плюс-плюс. Сверхпозитивных. Кажется, Путин нашёл свою женщину. Помните, как фамфаталь ищите женщину. Так вот, эта фатальная женщина для Путина оказалась с восточным уклоном. Японка Тамоко Акане, которая возглавила Международный уголовный суд, уже пообещала найти и притащить в буквальном смысле диктатора за все эти преступления, которые он совершил в Украине. Глава Пентагона Ллойд Осин предупредил, что Запад не позволит Украине проиграть, послав сигнал к Кремлю. В то же время он заявил, что на данный момент выживание Украины находится под угрозой. И приоритетная задача для союзников на данный момент оказывается не позволить Путину реализовать его планы, которые он лелеет. И считает, что сейчас наступил для него момент истины. Турция будет сдавать российские компании американцам. В украинском правительстве заявили о том, что собирается окончательно разрушить российскую экономику с помощью ударов дронами. И эта идея как никогда близка. И, наконец, Путин заявил живущим под обстрелами белгородцам буквально следующее. Держитесь, желаю вам хорошего настроения. Всего вам доброго. И сказал, как он восхищается их мужеством. Друзья, обо всем этом поговорим далее в нашем обзоре. Итак, Турция приняла решение сдавать американцам компании, которые нарушают санкции против Российской Федерации. Об этом пишет влиятельнейшая турецкая газета «Хюриет». Сообщается о том, что до этого правительство Турции было достаточно равнодушно к введению антироссийских санкций. Более того, обеспечивало поставки двойного назначения для России, в том числе и военные грузы. Однако, теперь Анкара будет сообщать Вашингтону о всех своих подозрениях и будет сдавать все компании, в том числе и турецкие, которые могут поставлять что-либо на российский рынок. Это резкое изменение в политике президента РДПТИПа Эрдогана, в том числе, стало возможным после того, когда американцы согласились, наконец, реализовать программу продать туркам свои современные истребители F-35. Одним словом, все пошло на мази, а у Путина все как раз-таки пошло наперекосяк. В украинском правительстве заявили о планах лишить Россию нефтедолларов. Буквальная цитата России, это бензоколонка с армией, и мы намерены эту бензоколонку разрушить. Мы фокусируем на том, где можно ударить посильнее, а это финансовые ресурсы. Сообщается, что за последние два месяца Украина нанесла такой сокрушительный удар по российской нефтеперерабатывающей сфере, что, если учитывая только НПЗ, которые выпускают бензин и дизельное топливо, экономика России потеряла 9% производства или 77,4 тысячи тонн в сутки. Об этом сообщает Ройтерс. В общей сложности 13% от суммарной мощности действующих первичных установок переработки нефти на НПЗ выведен из строя. Это 112 тысяч тонн в сутки. При этом эксперты предупреждают, что из-за закрытости российских ресурсов цифра остановленных НПЗ может оказаться еще выше. При этом на восстановление поврежденных возможностей в российских НПЗ уйдут месяцы. Предупреждают, что это будет очень долгий период, предупреждают об этом специалисты в энергетической сфере. Сокращение выручки российского бюджета от экспорта нефти и нефтепродуктов – одна из главных целей атак на российские НПЗ. И она абсолютно реализуема. Накануне я рассказывал, что Росгвардия будет брошена на защиту российских НПЗ. В том числе будут брошены современные комплексы относительно современной «Панцирь-1С». Однако в Главном управлении разведки Министерство обороны Украины уже предупредили, что российским оккупантам это так или иначе не поможет. ВСУ начали использовать для массированных ударов по НПЗ, помимо новых беспилотников собственного производства, также советские беспилотники выпуска 1970-х годов. Старые советские беспилотные аппараты, которые производились. В Харькове это Ту-141, более известный как «Стриж» и Ту-143. Это многоцелевые БПЛА, в первую очередь разведывательного направления, однако они переделываются в ударные беспилотники. Это очень тяжелая модель. В первой модели 141 было выпущено 142 аппарата на Харьковском авиационном заводе. И сообщается, что при весе в 7 тонны длине 14 метров, они крайне быстры, около 1000 км в час. И именно именно носились удары, как сообщают источники, по российским объектам Роснефти и Лукоила. Украина парализовала за последние дни сразу 4 крупнейших российских НПЗ. Как мы видим, старое летающее советское, оно тем не менее летает и подрывает. И сбить, как оказалось, эти старые 50-летние давности беспилотники российская система ПВО в большинстве случаев оказалась не способна. И, кстати, беспилотники ударили еще по аэдрому в Энгельсе, где находится российская стратегическая авиация, которая наносится удары по украинским мирным городам. Сообщается о взрывах. Ну, понятно, что отчитались оккупанты, что все было сбито. Но итоги этой операции еще нас ждут впереди. Тем временем, накануне я сообщал о том, что Нарышкин, глава российской внешней разведки, придумал фейк о том, что якобы Франция перебрасывает в Украину 2000 своих военнослужащих. Однако, как говорится, бойтесь мыслей своих. Я специально посмотрел источники. На сегодняшний день структура иностранного легиона французской армии, которая, кстати, находится в прямом подчинении президента. И он может отдавать приказы на перелоцирование, дислоцирование иностранного легиона. Сообщают все источники, что это порядка 9 тысяч. На сегодняшний день военнослужащих я покопался в англо- и франкоязычных источниках иностранного легиона. Хотя его структура засекречена, мне удалось найти цифру, что на данный момент подтверждена цифра. В структурах иностранного легиона сражается не менее 700 украинцев. При этом 200 из них уже получили французское гражданство. То есть, приблизительно, грубо говоря, с натяжкой каждый 11-й легионер это гражданин Украины. Или выходец из Украины в том или ином смысле. И если брать историю, в Украине, а точнее в Крыму легионеры французского иностранного легиона уже были. И это произошло во время Крымской войны 1853-1856 годов. Причем базировались они не где-нибудь, а в знаменитой казачьей бухте. Знаменитой, поскольку это бухта, в которой базируется Черноморский флот РФ. Именно там, в этой бухте, стоял иностранный легион. Французские легионеры иностранные отличились во время штурма, в том числе Малахова-Кургана. Взятие крепости Севастополь. Одним словом, у них есть успешный опыт действий не просто в Украине, а даже в Крыму. Ну и, как любят говорить, на болотах можем повторить. Так вот, Лежион Этранжер, иностранный французский легион, вполне может себе повторить. Тем более, что нынешний командующий с июля 2023 года, это этнический украинец. Ну, этот факт уже попал в медиа, думаю, вы тоже его могли встречать. А если не встречали, возможно, для вас это станет сюрпризом. Так вот, зовут его Сирил Ющенко, или в кирилличном варианте Кирил Ющенко. Кирил Ющенко, это бригадный генерал украинского происхождения. Да, он рожден во Франции, он служит в структурах легиона уже на протяжении нескольких десятков лет. Но вот так совпало, что с лета 2023 года этнический украинец возглавил французский иностранный легион. Так что, говорится, господин Нарышкин, бойтесь своих фантазий. И все может, собственно говоря, так и реализоваться. Наконец, фатальная женщина, фамфаталь для Путина нашлась. И новым президентом Международного уголовного суда, сокращенно МУС, стала этническая японка Тамоко Акане. Она своим первым же заявлением послала в нокдаун российского диктатора. Ну, понятно, что на болотах там уже крики, вопли. Она заявила о том, что Владимир Путин будет привлечен к уголовной ответственности за военные преступления в Украине. И тут она использовала Путин очень любят Китай, вообще китайскую философию. Ну, хотя он, уверен, ничего не читал, ничего не знает, кроме там каких-то отрывков, цитат, которые ему пишут его референты и спичрайтеры. Так вот, она устроила ему такую прожарку, заявила в ответ на вопрос журналистов, процитировала китайскую пословицу. Месть не безмедленная, но верная. Есть еще англоязычная пословица, которая говорит, что жернова правосудия проворачивается медленно, но неотвратимо. Практически то же самое. Судья Тамоко Акане, которая зашла на этот пост, ей 67 лет, она японка, она приняла участие в вынесении решения о выдаче ордена на арест Путина в марте прошлого года, год назад. То есть, она уже отметилась в этом деле, и она голосовала в числе коллегии судей, которая приняла решение выдать ордер на арест Путина и российского детского омбудсмена Марии Львовой Беловой. Это вызвало истерику, как мы помним тогда в Кремле, где назвали решение международного главного суда ничтожным, а саму постановку об аресте Путина возмутительной и неприемлемой. Однако Акане известна своей бескомпромиссной жесткой позицией, это юрист с огромным опытом и огромной репутацией, это действительно человек, который имеет огромное реноме в юридической сфере. И она напомнила о том, что ордер на арест Путина является пожизненным. То есть, пока диктатор жив, пока он не отбросил копыта, этот ордер будет действовать. Он может только быть отозван только в том случае, если диктатор решит сдать себя сам международному уголовному суду. То есть, если он решит сдаться, в таком случае его прекратят, его снимут с розыска. Ему грозит арест в 124 странах, уже 124 страны, которые ратифицировали римский статут. Одной из последних, кстати, стала Армения, некогда дружественная Россия. И также МУС уже с подачи, теперь уже нынешнего председателя, президента Томоко Акане, выдал ордер на арест еще двух российских военных. Адмирала Виктора Соколового и командующего дальней авиацией РФ генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша. Они также объявлены в международный розыск. Ну и, наконец, заявление Ллойда Остина, главы Пентагона, о том, что выживание Украины находится под угрозой, оно находится в опасности. Буквально он заявил это на пресс-конференции после встречи. Однако он заявил о том, что США и коалиция, западная коалиция, не позволят Украине потерпеть поражение. Эта коалиция не даст Украине потерпеть поражение и свободный мир не даст Украине потерпеть поражение. Три раза повторил эту фразу, адресованную Кремлю. Тем временем, пока американская администрация продолжает искать выходы из создавшегося тупика, связанного с отсутствием финансирования, всю ношу на себе взял Запад. Я уже говорил о том, что президент Чехии Петр Павел нашел еще 700 тысяч снарядов с Авакулта. Полтора миллиона, это закрывает потребности украинской армии, ну, практически, скажем, до конца года. Плюс-минус. Все зависит от тенденциальности ведения боевых действий. А противник, тем временем, наносит, продолжает наносить просто ковровые бомбардировки по пограничным Харьковской, Сумской, Черниговской областям. Мы видим, что целенаправленно наносятся удары варварские кабами, бомбами. 500 килограммов, тонна и полуторатонниками по мирным населенным пунктам, по селам, по городам. В буквальном смысле противник равняет всю приграничную полосу. Ответ на этот может быть только один. Уничтожение фашистских российских стервятников. Все ждут, когда, наконец, прибудут Ф-16, прибудут системы ПВО. Об этом было принято отдельное решение. Об этом завел Лойду Осин Ромштайний. Поэтому, как только все это приедет в Украину, на этом противник будет уничтожен. Ему будет нанесено очередное поражение, когда этого сделали воздушные силы, уничтожив полтора десятка вражеских, фашистских штурмовиков и бомбардировщиков. Друзья, спасибо за просмотр этого видео. Подписывайтесь обязательно на канал. Тем самым вы поможете вбить гвоздь очередной в крышку гроба российской диктатуры. Что неминуемо произойдет. Теперь уже абсолютно легально в рамках компетенции Международного уголовного суда в ГАГе. С новой главой Томоко Акане в этом нет никаких сомнений. Она точно Путина переживет и пересидит. И это будет наказано при жизни или уже после смерти. Когда, если он... Рано или поздно, этот орден только в этом случае будет отменен. Такие у нас новости, друзья, на сегодняшний вечер. Спасибо вам еще раз за просмотр. Слава Украине, друзья. Слава украинскому спецназу. С вами был майор украинской армии Тарас Березовец. До новых встреч. Пока-пока. Продолжение следует...